Я хочу вернуться в декабрь 1991 года и пояснить для своей аудитории тот факт, что когда вышло Blood Sugar Sex Magic, это было удивительное время в музыке, если так подумать. Если представить это еще в больших масштабах, вы, ребята, были в туре с Pearl Jam на разогреве, Нирвана была в середине, а вы, ребята, были в финале. И это удивительный момент в музыке. Я даже не могу представить, каким крутым был этот тур. У вас, ребята, был альбом, который стал настоящим прорывом. Pearl Jam выпустили альбом 10. И Нирвана, мы все знаем, что случилось с Нирваной. Что это был за тур? Я помню, что я чувствовал, что они все очень хорошие группы, но Нирвана, они действительно несли тяжелую магию за собой. И мы понимали тогда, что они являются мощной сущностью, которую нужно уважать. Когда мы играли вместе в 88-м, 89-м, тогда, когда мы еще играли в клубах, нам казалось, что это вопрос жизни и смерти, что мы должны были преуспеть в том, что мы делали. И не только с коммерческой точки зрения. Наши шоу должны были иметь энергию. Наши шоу должны были двигать людей. Люди должны были танцевать, понимаете? Наши стили были в значительной степени развитые, потому что каждый из нас очень хотел быть хорошим в своем деле. Это хорошо. А знаете, кто был хорош? Нирвана. Конечно, они были хороши. Когда мы играли с ними, они были просто хороши. Не, не просто. Я имею в виду, что это изменение. Что ты имеешь в виду, Энтони? Что ты имеешь в виду, что они были просто хороши? Поясни, пожалуйста, что именно? Понимаете, я чувствую, что некоторые из этих вещей естественны. Например, у Джона очень четкое понимание динамики, в то время, как для меня это чувство, которое Джон так красиво описывает, было просто естественным. Первый раз, когда мы играли, это было естественно, иметь энергию, иметь страсть, жить или умирать. Эстетично ко всему, что мы сделали, но я чувствую, что у Нирваны это тоже было естественно. Хороши в игре на инструментах, написаниях песен, химии, ну и все такое. В то время у них тоже была горючесть, которая пришла с рождениями, или пришла от бога, или пришла с планеты, или что-то в этом роде. Тебе доводилось тусоваться с Куртом Кобейном и говорить о том, каково это быть фронтменом? Я полагаю, что для тебя было бы важно говорить об этом с другими фронтменами. Ну да. Знаешь, я обычно очень нервничал каждый раз, когда я зависал с ним. Просто, да просто потому, что я был от него в восторге. А он был не из тех, кто хотел обсуждать роль фронтмена. Он был очень застенчивым, но при этом от него исходила мощная энергетика. Но у нас с Фли было несколько приятных моментов с ним на каком-то MTV-шоу, где мы улизнули, зашли за кулисы и просто сидели с ним, пока он готовился к игре. И это был потрясающий опыт. Что в нем было необычного? Ну, например, он сидит и расслабленно играет. Расслабленным. Он был свободным, теплым, привлекательным и расслабленным. Это не было похоже на то, что он был в туре долгое время. Это не было эмоционально хаотично. Он был в гармонии с собой. И он всегда такой, да, приходи, садись. Да. Это был просто потрясающий человек, который оставил после себя тонны невероятной музыки и энергии. Перевел и озвучил Евгений Зайцев. Ты можешь стать моей улыбкой. Ты просто вечер на глазах снимаешь фильмы, маешь так. И я просил твои ошибки. Все будет так, как мы хотим. Давай мне руку и лечи. Спасибо. Продолжение следует...